Роману было 24, Леониду 21. Почти месяц братьев Бутусиных считали без вести пропавшими. Но 1 апреля стало известно, молодые люди погибли в бою в Черниговской области. Они были вместе и в один день погибли. И рядом лежали. Как вы об этом узнали вообще? Я их нашел сам. Я зашел в это село и нашел. Олег нашел тела сыновей в селе, которое украинские военные освободили от российской армии. Это видео отец снял на месте гибели Романа и Леонида. Вот здесь был Леонид, вот здесь был Роман. Вот мы поставили крест. Больно и страшно. И не приведи, Господи, кому-то вот так вот видеть в таком виде своих сыновей убитыми. Молодых парней, которым еще жить и жить. Около них было много гильз, бронежилеты их были пробиты. И сами они были себе в пулевых ранениях. Короче, они дрались до последнего. На похороны братьев Бутусиных приехали их друзья-сослуживцы, с которыми они были на передовой. Артем показывает фотографии первых дней войны. Артем познакомился с Романом и Леонидом еще на Донбассе. Служили на соседних позициях. В день гибели братьев он тоже был неподалеку. Все так вышло, что... Ведешь буквально на 10 минут, а как уже повернулся, уже была стрелкотня, вибухи из всех сторон. Вони загинули в бою, защищающую Украину, зі зброей в руках, как справжні герои. Я коротко скажу. Я просто... У меня сын, чуть молодший за них. И я с сыном приезжал, и завжди своему сыну Андрюю я завжди клав приклад этих хлопців. И саме семью Бутусиных. На столе побитая каска, бронежилеты, магазин от автомата погибших братьев. Рядом стоит их мама Татьяна вместе с остальными 10 детьми. В Украине семья Бутусиных живет уже 8 лет. Все они родом из России. Уехали после того, как Кремль аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе. Мы увидели несправедливость, которая творилась по отношению к Украине. С той стороны, где мы жили. И мы поняли, что мы не сможем там дальше жить и платить налоги. Чтобы не поддерживать тот режим, мы приехали сюда в августе 2014 года. Мы стали... Я пошел добровольцем. Потом хлопцы мы тоже с военными, ну, связали свою судьбу с войсками. Попрощаться с братьями Бутусиными пришли тысячи людей. Погибших военных украинцы провожали, стоя на коленях. Погибших военных украинцев. Похоронили Романа Леонида рядом на аллее героев в городе Калуша. Их отец Олег Бутусин вскоре вернется на передовую и продолжит воевать уже без сыновей. Слава Украине! Героям слава!